Привет! Привет, мои богини, девочки, ведьмы, колдуньи и все-все-все. Мы сейчас с вами разложим на такую интересную тему, на которую мы, знаете, ни разу с вами не раскладывали, но будет интересно. Можете ли вы его околдовать, девочки, обворожить, мои любимые ворожей? Давайте посмотрим, как на него влияет именно ваша магия. И мы здесь будем смотреть не то, что даже теоретическое, но и практическое воздействие на мужчину. Мы посмотрим, девочки, любые ваши приемчики, которыми вы можете околдовать мужчину. Причем здесь мы будем рассламатывать не сколько там силу сисек и макияжа. Мы, девочки, с вами реально сейчас посмотрим, именно можете ли вы его околдовать с помощью своей силы. Какая бы у вас сила ни была, мы сделаем общий расклад на тему, можете ли вы его, этого определенного мужчину, девочки, околдовать в прямом и переносном смысле. Мы будем смотреть. Можно, так сказать, и привороты, пусть сюда, и заговоры, и мысленные такие призывы. Когда мы зовем мужчину, да, девочки, от себя вам посоветую, когда наступаешь на колодцы, именно на такие люки, да, железные, но главное не провалиться, всегда надо сначала попробовать, не провалитесь ли вы, а потом наступаете и загадываете желание даже на мужчину. У меня, девочки, все работает, но это один такой момент. Второй момент, когда у вас должны быть все время четыре короля, да, то есть один основной, которого вы хотите, и дополнительно еще три мужчины, от которых вы берете энергию, то есть они вас, вам делают комплименты, пытаются где-то за вами ухаживать, пусть это и не ваши девочки, да, бросаться мужиками не надо. Почему? Потому что они, как четыре элемента, нужны для того, чтобы тот, которого вы хотите и указываете на него пальцем, принадлежал только вам. Понимаете, в чем фишка, да? Это реально магия, и магия Тару. И у меня есть всегда пиковый, крестовый, бубновый и червовый король. Они у меня, девочки, есть. Я и с ними переписываюсь, да, сбрасываю иногда там видосик какой-нибудь, спрошу, как дела, троллевали, они мне там сердечки какие-то пришлют, да. Но даже вот в таком виде у меня эти четыре короля всегда есть, поэтому тот мой основной, да, он просто, не знаю, как вам даже сказать, влюбленный. Вечно влюбленный, девочки. Почему? Из-за четырех королей. А когда я хочу усилить это, знаете, то, что я хочу получить для него, да, я загадываю, становлюсь на колодец. Так что, мои дорогие, воспользуйтесь, воспользуйтесь этим советом, потому что очень и очень упрощает жизнь, и мы не будем там зацикливаться супер на одном каком-то, тем более, когда мы не можем разобраться, нужен он нам или нет. И сейчас мы посмотрим с тем, можете ли вы его околдовать, девочки. Будем рассматривать колдовство на герметическом Тару. Первый вариант, второй, третий, четвёртый. Первый, второй, третий, четвёртый. Давайте посмотрим колдовство, девочки. И магию посмотрим, и ритуалы, силу вашей мысли тоже посмотрим, потому что некоторым магичить не надо. Они, получается, очень многие, они просто подумают, что они хотят, у них формируется эта мысль, то, что они хотят, и они потом действуют, что-то такое мелкое могут доделывать, да, где-то чего-то как-то, и получается даже не сколько такой полноценный супер ритуал, который надо соблюдать один в один, сколько набор таких мини-ритуальчиков, да. Так что, например, насчёт мужчин, девочки, я вам скажу так, да. Я привороты на своих мужчин не навожу, вообще никак не навожу. Зачем? Потому что у меня всё время правила четырёх мушкетёров, девочки, есть, колодцы есть, да, и, как говорится, личное обаяние. Так что, давайте, девочки, личное обаяние у нас всех есть. Осталось четыре стихии, чтобы они у вас гармонично работали, да, и земляные, и водяные, и воздушные, и огненные короли всё время присутствовали в вашей жизни. И даже, да, в 60 лет это тоже надо, девочки, потому что вот упадок сил будет, если не будет у вас этих четырёх мужиков. Хотя бы привет-привет, как дела и всё остальное, оно должно быть у вас, общение с четырьмя королями. Когда оно будет, ваш мужчина будет просто, знаете, не знаю, как это, как сказать не грубо, будет просто течь со всех щелей по вам, обожать вас, преклоняться и ползать на четырёх своих лапках за вами, на коленях, девочки. Первый, второй, третий, четвёртый вариант. Можете ли вы его околдовать? Давайте посмотрим. Это будет и общий, я не знаю, что будет выпадать, это герметическое таро, даже сложно даже предугадать, что тут будет выпадать, девочки, в какую степь пойдут карты. Ну что, загадывайте мужчину, называйте его имя, называйте себя. Могу ли я такая-то, такая-то околдовать, заворожить, обворожить такого-то, такого-то? И ткните лапкой своей на карту, и мы сейчас с вами посмотрим. Ну что, выбрали, мои дорогие? И поехали. Первый вариант, девочки. Можете ли вы его околдовать? Да он уже и так околдованный, девочки. Шут, выпал. Шут, дурак, это околдованный мужчина. Причём я вам скажу одну вещь. Если это мужчина... Смотрите, выпал всё-таки дурак, шут. Если этот мужчина вообще никак не обращает на вас внимания, значит, девочки, он приворожённый другой. Если он... Вот у вас с ним любовь-любовь, морковь-морковь, это значит, вы его, как говорится, приворожили, девочки. Приворожили тут в общем значении. Использовали вы магию, не использовали, привораживали, либо просто с своей природной силой его волокли. Но тут вот ровно либо чёрное, как говорится, либо белое, либо он приворожён кем-то другим, либо, девочки, вами. То есть, если вы хотите этим мужчиной обладать, а он вам не принадлежит, вам в первую очередь действительно надо выводить его из шута, из дурака, из нулевого старшего аркана. Его надо превращать в первый старший аркан. От нуля двигаемся вперёд. 0, 1, пошёл 2, 3, 4, 5. То есть, по магу, мы его вытаскиваем по колдовству, мы его вытаскиваем с этого чужого приворота. То есть, приворот с него надо снимать. Многие тут зададутся вопросом, а как же снимать этот приворот с него, если этот мужчина вам не принадлежит и вообще на вас никак не обращает внимания. Давайте посмотрим. Как с него снимать этот приворот? Пятёрка мечей. Семёрка пентаклей. На него был по-чёрному приворот сделан и через водную стихию и верховной жрицей девочки. Ну всё, тут приворот стопроцентный у этого мужчины. Стопроцентный приворот. Ну да, я даже сама не ожидала, что сейчас выпадет такой вариант. Реально, да? То есть, сразу вам говорю, не обращает на вас никакого внимания. Вдруг реально сильно охладел, пытается унести ноги, собрать чемоданы и всё остальное, орёт на вас, бьёт, там, бухает или ещё что-нибудь, с ним что-то не то происходит. Это, девочки, работает чей-то приворот. Но если наоборот мужчина к вам тянется и всё остальное как раз-таки этой верховной жрицей идёте вы. И тут пятёрка мечей, семёрка пентаклей, я вам скажу так. Мужчина, он бы к вам не пошёл, если бы вы им не заинтересовались. То есть, если у вас любовные отношения с этим мужчиной, да, и он к вам ходит, приходит, и у вас, в принципе, всё развивается, девочки, я обращу ваше внимание, что это всё только зависит от вас, да. То есть, он бы вас не добивался, за вами бы не ухаживал, ничего такого бы не было, если бы не вы, да. То есть, вы его притягиваете к себе, возможно, даже совершенно различными способами. И я скажу, что по пятёрке мечей может ещё так статься, да, что не особо, может, вам он и нужен. По одной простой причине. Потому что через мечи притягивается мужчина, который не до конца будет вас, девочки, устраивать полностью, да. У него есть какие-то такие моменты, что я бы сказала, что вы бы даже сказали. Но он не идеальный, но ладно. То есть, у него есть колтуны в шерсти, девочки. Есть какие-то колтуны. Давайте ещё посмотрим. Можете ли вы сами снять с него приворот, если этот приворот наведён другой, и он куда-то девается, этот мужчина, и вам не принадлежит. Тройка мечей. Иерофант. Кто это, это Иерофант такой? Двойка мечей. Ой, всё, одни какие-то мечи пошло, пахнуло жареным. Девочки, вы смотрите, он, если по привороту от вас этот мужчина уходит, то есть на вас никак не обращает внимание. Это я для тех говорю, за кем мужчина этот не бегает, не обращает внимания, ничего с ним не происходит. Даже если вы будете снимать этот приворот, сами вы его, девочки, не снимите. Я вам сразу говорю, да. Тут, получается, идёт через какой-то курятник. Я не знаю, что это за курятник, но курятник идёт, да. И стоит ли его снимать, этот приворот, да. Там слишком много какого-то грязи. То есть, девочки, если этот мужчина никак не обращает на вас внимания, пусть идёт лесом. Ну, серьёзно, очень много мечей тут выпало, да. Но если у вас любовь-морковь с ним, обратите внимание, что, скорее всего, вы даже закрываете глаза на какие-то значимые недостатки, которые могут потом проявиться, когда, чем больше вы с ним будете. Да, вы его притягиваете, вы его околдовываете, да. И он, как говорится, на ватных ногах, девочки, он бежит к вам, да. Ему надо это общение с вами. Но дело в том, что тут от этого варианта идёт отток энергии от Верховной Жрицы, от вас на шута, на дурака через мечи. Что это значит, девочки, да. То есть, этот отток энергии, вы, может, его не видите из-за того, что, например, вы влюблены, у вас хорошее с ним отношение, да. Вам хочется этого мужчину. Вот хочу и всё. Но дело в том, что где-то будет что-то не то, понимаете. И где-то вы уже будете попадать в стрессовые ситуации, связанные с ним. Я бы его, девочки, вот прошерстила, да, хорошенько, стрессанула. То есть, например, вызвала бы искусственную ссору, искусственную ссору для того, чтобы посмотреть, как он реагирует. Потому что он может такой, знаете, сюси-пуси с вами быть на самом деле, да. А как только с ним поругаешься, с него может выходить вот всякое говнище, по-другому не назовёшь. Либо, девочки, вы, например, думаете, ой, он такой классный, он так много зарабатывает, там, типа, он будет меня... Вот ваши надежды, они не совсем будут полностью ложиться на этого мужчину, да. И получается, вот эти вот мечи, их придётся как-то завязывать, завязывать себе пояс потуже от голода, девочки. Он не будет во всём вас удовлетворять. Но вы его можете... Вы его обвораживаете, ну, конечно, потому что он слабый. Он слабый, и, в принципе, знаете, вот верховная жрица, вы, как верховная жрица, вам можно мага обворожить, понимаете? Единичку, первый старший аркан. Можете немножко меньше взять, но уже мага девочки, как говорится. А вот они этого шута... Вот этот шут на две ступеньки ниже, чем вы, понимаете? Либо выводить его с этой магии. Тут, короче... Тут всё зависит от вас. Но я бы верховной жрице, на самом деле, не особо что и советовала. Потому что... Почему? Потому что у верховной жрицы есть своя голова на плечах, да. И вы достаточно умная. Вот в чём фишка? Верховная жрица никогда не выпадает... Тупой, извините меня, да. Она всегда выпадает умной. И она показывает, у тебя есть ум для того, чтобы решить вопрос, нужен он тебе или не нужен. И у тебя, в принципе, нисколько даже... У тебя ясная голова, но могут быть розовые очки. Понимаешь? Вот я хочу, и всё. Да, можно призничать, можно его взять, но всегда вот понимать, что что-то здесь надо вот продумать. То есть, для чего он тебе нужен? Он тебе нужен для любви или там интима. Либо ты хочешь с ним дальше, замуж хочешь, или родить от него детей, да. То есть, тут надо определяться. Он может хорошо для интима подойти, да, для вечерних прогулок, пока ты там хочешь покоротать время, да. Но может совершенно не подходить для семьи. Если ты хочешь, например, чтобы мужчина тебя обеспечивал, то я тебе скажу, что ты можешь вытаскивать его, понимаешь? Да я ему придумаю бизнес, да я что-то такое, отмой по мою одену и буду с ним, короче, дела мутить, да. Но фишка в том, что он не будет мутить эти дела. Понимаешь? Получается, будешь мутить всё ты. Потом однажды тебе всё это надоест, ты его бросишь. Потому что верховная жрица, она и капризная, и умная, да. И когда ей мужчина надоедает, и она видит бесперспективняк, она его не тянет. И ты тянуть мужика бесперспективного не будешь. Хотя я знаю вот женщины, которые вот тянут, тянут там 30-40 лет в браке, и ей казалось вроде бы нормальной, перспективной всё остальное, а потом оказывается, что вообще нафиг не нужен. Но продолжают жить с этими мужчинами, понимаешь? Потому что они не верховные жрицы, они к королевам относятся, да. А верховные жрицы так не поступают. У верховных жрицы очень часто много браков, да. И хоть минимум какой-то один развод и есть. Почему? Потому что она бросает, она ставит точки. Вот такой вот, девочки, вариант. Так что можете ли вы его околдовать? Ну, конечно. Причём не только его. Не только вот шута по карте он выпал. Вы можете и мага околдовать. Но кроме мага есть ещё рядом с вами, девочки, заметьте, верховный жрец тоже. Вы его тоже можете околдовать. С верховным жрецом, с магом, да. А лучше дружить. И с королями, девочки, тоже на них когти точить на королях. Но он выпал сейчас шутом, да. То есть вы, получается, как эти очки розовые одели. И когда, одев розовые очки, можно снять иногда свою корону. А вам её снимать не надо. Так, девочки, вот такой вот первый вариант. Но всё равно мне что-то чешется ещё. Выложите одну карту. Можете ли вы его околдовать? Шестёрка, пентаклей. У вас есть один такой момент. Тут для первого варианта я вам скажу, да. Один такой вот момент. Именно в вашей психике. Вот реально сейчас можно про убеждение сказать. Да. И психологически даже убеждение. Вы выпали принцессой мечей. И получается, вот в подсознании девочки отсюда идёт, да, что это красивая такая дама, принцесса мечей, очень красивая. Но в то же время от неё веет холодностью, да. И из-за этого, получается, она иногда путает мужчин и хочет, притягивает таких намного проще, может, неказистее, да, чем она может притягивать. То есть вам, получается, девочки, да, вы из-за того, что вы хотите выглядеть ещё лучше в чьих-то глазах, кому-то что-то даже доказать, девочки, есть такое, да, вы, получается, выбираете мужчину с большими недостатками. Вы их видите ещё, эти недостатки, да, но вы думаете, может быть, но не за... Нет, заниженной самооценки здесь у вас нету, да. Но я бы сказала, что вы как раз-таки мужчин немного ниже по достоинству выбираете, чем вам они нужны, да. И то есть вы сознательно выбираете в пару себе мужчин, которые ниже вас. Хотя вам по вашим картам, да, я бы даже сказала, что отборные мужики идут. Верховная жрица, и обратите внимание, Верховный жрец-то выпал. Вы можете брать крутого мужика, но почему-то вот чисто так вот... Это, знаете, такая безуминка, изюминка такая есть, да, у вас, как у Верховной жрицы. Ну, девочки, я не знаю, как от этого избавиться. У меня иногда тоже такое, знаете, клин зайдёт какой-то, да, и всё. И вот я хочу, не могу, да, и получаю, а потом сама думаю, нахрен мне это было надо. То есть я не особо тоже рассудительная. И тут получается, ты и есть Верховная жрица такая, но и вроде всё понимаешь, да, но не особо такая рассудительная, недотошная. Это импульсивная покупка. Вот если сравнивать, например, мужиков с товаром, да, то вот этот мужчина, это у тебя больше такая импульсивная покупка. Хочу и всё, да. А потом, а будет ли оно мне служить? Практично ли это? И я уже потом посмотрю. Ну, пригодится, да. А всё из-за чего? Потому что у тебя очень на 100% раскачанный, как говорится, мозг. У тебя есть большой ум, и ты, в принципе, понимаешь, что этого ты мужчину всегда можешь и выше сделать, и ниже сделать. Всё, что хочешь с ним можешь сделать, да. Но, может, потом из-за лени своей забрашиваешь. Потом тебе это надоедает, и ты делаешь генеральную уборку в своей жизни и выкидываешь этого мужика нахер. Так что на вопрос, можешь ли ты его околдовать, ну, конечно, можешь, но ты можешь ещё и крутых околдовывать мужчин. Так что, девочки, вы загадали здесь одного, а я бы на вашем месте расширила поле деятельности. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант. Котики, давайте посмотрим, можете ли вы его околдовать. Тройка Пентаклей. Ему как светого конца не хватает, девочки. Сила. Десятка жезлов. Свечная магия. Мне здесь идёт, да. Свечи, огонь, девочки, и сила. Можете ли вы его околдовать? Секунду, посмотрим. Можете, девочки, да. Да, можете. Вы его можете призвать, как говорится, с дороги, да. Но дело в том, что тут именно свечная магия. Свечи, свет в оконце, мои дорогие. То есть, с магией огня вы можете его околдовать. Можете. Подумайте о ритуалах, которые связаны с свечами, к примеру, да. Огонь, костры, девочки. Можно делать даже лесные какие-то такие ритуалы. Они даже получше будут, если надо как-нибудь что-нибудь такое вот сделать, именно на природе, чтобы вы посмотрели. Вот знаете, такой праздник Ивана Купалы, да, Купалле, или как он там по-разному называется, когда прыгают через огонь. И девки, и парни, и хлопцы, да, или через огонь, и надо это делать в юбке без нижнего белья. И потом, типа, об этом мало кто говорит на самом деле, да, но как раз-таки почему это всё делалось в лесу, и чем они там занимались, девочки, да. Кое-чем интимом. Так что у вас, получается, это с энергией огня по-любому связано. То есть, если вы хотите его околдовывать, девочки, да, используйте огненную магию. Он призываем. Призываем по огню, получается. И причём, он очень мне здесь напоминает, знаете, как демонов призывать, да. Рисуешь печати, призываешь демона по всем канонам, как говорится, ритуальной, цемеремониальной даже магии, да. И демон приходит. И получается, он очень такой мужчина-мужчина, да, которого именно по огню надо призывать. И он реагирует на это всё. Такое очень женское. Я тут не просто так вам сказала, в юбке через огонь прыгать, девочки, без нижнего белья. Можете ли вы его колдовать? Император, императрица. Да, но вам, получается, энергия огня нужна для этого. И даже, вот смотрите, вы императрица, да, огонь. Везде огонь, девочки. Как его околдовать, этого мужчину? Во-первых, я вам скажу так. Внешно, по внешности, да, вы его типаж. Вот реально, вы его типаж. И он находит вас красивой, милой, такой вот миленькой для себя, да, вот где-то такой уютной, женщиной-женщиной, да. И дело в том, что всё зависит от того, насколько вы по... Надо проверить у вас эту энергетику огненную. Есть вода, воздух, земля, да, а ему надо вот такая вот королева огня. То есть он видит женщину либо королеву огня, либо он не видит, да. То есть у этого мужчины есть такой момент. Он как дальтоник, да. То есть он не видит, например, какие-то определённые цвета, а определённые он видит. Так и у женщин. Он видит свой типаж, другие для него не существуют. И, девочки, вы как раз к его типажу-то и относитесь, да. Поэтому он вас видит. И я бы даже не сказала, что тут просто колдовывание какое-то идёт, да. Это говорит о том, что он вас видит, и вы с ним можете взаимодействовать, строить с ним отношения. Может, как раз-таки у вас эти отношения уже с ним есть, девочки. Потому что тут кубки вам идут. Я бы что-нибудь носила красного цвета, девочки. Вот, кстати, у меня тут красный этот. И обувь сегодня красную тоже носила под цвет браслета. Вот красное, оранжевое что-нибудь, да. Красное бельё нежное, не девочки. Красные свечи попробуйте. Вот такие вот дела. Ну и давайте всё равно тут одну карту дотяну, девочки. Можно ли, можете ли вы его околдовать? Рыцарь кубков. Ну, вообще, прямое попадание, девочки. Очень даже, не то что можете, сто процентов, девочки, можете его околдовать. Потому что он вас видит. Он вас видит, как огненный король, огненную королеву, да. То есть он на многих, очень многих не обращает никакого внимания. Они для него не существуют, да. И такое ощущение, что к нему, ну, не каждая сможет найти подход. Но вы там можете, потому что вы как раз-таки в его вкусе. Вы одной волны с ним. Вот такой вот второй вариант. Третий вариант, давайте посмотрим, мои дорогие, можете ли вы его околдовать? Аж выпрыгивает с рук, как лягушка. Принцесса Жезлов, девочки. Конечно, можете. Причём вы такая достойная из достойнейших. Можете ли вы его околдовать? Туз кубков. Десятка кубков, девочки. А он хочет быть алк... Кубки, кубки, кубки. Он хочет, чтобы вы его околдовали, девочки. Вот реально. Если он, например, смотрите, если вы с ним, в принципе, не контактируете, да, то вы должны проявлять к нему знаки внимания. То есть показывать, что вы принцесса, принцесса Жезлов, обращаете внимание на него, да. То есть, девочки, я вам скажу так. Тут и комплиментики хорошо зайдут этому мужчине, да. Ой, какой ты клёвый, ой, какой ты классный, ой, как хорошо ты делаешь это или то, девочки, да. То есть ваше одобрение нужно этому мужчине. Когда вы будете говорить ему комплименты, какой он клёвый, он, девочки, будет ваш. Если уже он ваш, то есть и вы просто загадали здесь, можете ли его вы околдовать, то, девочки, да, тут по-любому. И причём я бы сказала, что на этого мужчину я бы даже не особо... Я не наводила бы на него никакие привороты, ничего, да. Тут прикосновения, ласковый взгляд, ласковые слова, да. И он такой, как котёнок, готов прибиться. Причём вы для него очень даже и очень симпатичны. А давайте ещё посмотрим. Башня. Какие у него есть планчики на вас? Пятёрка кубков девочки. Я вам скажу, у него даже, если он вам не говорит, а у меня такое ощущение, что этот мужчина, он будет говорить, либо говорит о том, что он с вами там хочет, что... Он планирует даже какое-то будущее, девочки, с вами. Либо это вот мечты какие-то. И вот эта вот башня, 16-й старший аркан, да, это далеко идущие какие-то мечты. Он видит своё будущее с вами, да. Причём далёкое будущее. Либо как вы вместе в доме каком-то живёте. Либо он вот представляет именно вас своей женой. Короче, у него может быть вот здесь вот пробел в настоящем, да. А может и не пробел. Он как раз-таки к этому двигается. Но он видит перспективное будущее с вами. И не просто там, знаете, разложенное по полочкам, как мы это, женщины, раскладываем. Он видит картину. Я с ней. Я с ней в одном доме, девочки. Давайте ещё посмотрим. Можете ли вы его колдовать? А знаете что? А вы знаете, девочки, что у него насчёт вас-то планы есть. И он видит вас с супругой своей. Я не знаю, зачем тут даже колдовать. Тут колдовать не надо. Тут не надо, девочки, на него колдовать. Тут, получается, какое-то замужество идёт. Либо уже с этим мужчиной, либо карты показывают. Ну, это общий расклад, поэтому я тут либо-либо говорю, да. Либо вы замуж, как говорится, скоро уже увидите, и этот муж ваш, он уже идёт. Либо как раз-таки этот мужчина вас видит уже. То есть у вас уже будущее, на самом деле, да, с мужчинами, оно предрешено. Тут даже вот колдовать даже не надо, девочки. Будущее у вас мужчина есть. И вы, получается, обратите внимание, как вы, с принцессы Жезлов уходите в супругу, уходите в королеву Жезлов. Вот так. Так что, если этот мужчина даже отвалится сам по себе, девочки, знайте, что вы одна не будете, вы выйдете замуж. Вы выйдете замуж. Всё у вас будет хорошо. Тут уже идёт муж, понимаете. Муж, дом. Муж, дом. Давайте ещё посмотрим, можете ли вы, Алкарл, давать именно этого мужчину. Одни пятёрки вам идут. И они пятёрки, эти мистические, девочки. У вас, во-первых, сила есть для того, чтобы околдовывать мужчин. Вы выйдете прошлое, настоящее, будущее сами, кстати. Мир, король, мечель. Вы выходите замуж. Здесь, по этому третьему варианту, вы выходите замуж. Реально выходите. И уже этот мужчина предопределён, да. Единственный такой момент есть, что я не буду сейчас в этом общем раскладе именно указывать, что это ваш будущий муж. Но, девочки, может так статься, что он как раз и есть ваш будущий мужчина. Либо, если он вот как раз, знаете, вроде бы есть, вы на него гадаете. И это просто чувство такое у вас к этому мужчине. Но он, если отпадёт сам, вы даже не переживайте. Потому что у вас, вы выходите замуж, девочки. У вас уже, у вас уже есть муж. Даже на данный момент, заглядывая ваше будущее, идёт муж. Вот такой вот третий вариант. Четвёртый вариант, мои дорогие. Давайте посмотрим, можете ли вы околдовать умеренность, мои дорогие, идёт. Вот, можете ли вы его околдовать? Луна, да. Да. Можете ли вы его околдовать? Конечно. Конечно, может. А ты же, ты же тут выпадаешь кем? Ведьмой, которая колдует и которая может околдовать мужчину. А причём магия тут конкретно идёт. И даже ни одного ты можешь околдовать. И околдовывала ты, и мужчины, кстати, делали безумные поступки ради тебя. И я думаю, что, скорее всего, ты даже знаешь, что они делали безумные поступки ради тебя. У них как просто крышу срывает. Тут не один мужчина околдованный идёт. Тут много идёт околдованных мужчин. Либо это у тебя такая природная магия, что ты их так околдовываешь, и они всё теряют голову. И дело в том, что когда ты им не принадлежишь, эти мужики как с ума сходят, да. Они себя ведут очень даже и неадекватно. То есть даже вплоть им приходят какие-то социидальные мысли в голову. Либо они что-то творят за твоей спиной. Или знаешь, например, мужчина понимает, что ты там с ним не будешь, да. Он пойдёт, кому-нибудь морду набьёт, да. И он вроде бы и не бьёт, но вот эту вот энергетику сбросить какую-то надо. Ты очень сильно влияешь на мужчин. Ты реально их околдовываешь. И фишка в том, что они сами себе не принадлежат. Ух ты! Тут такой мощный, конечно, расклад выпал. Можешь ли ты околдовать именно этого мужчину? Ну, конечно, двойная, да, королева в квадрате, королева кубков, королева пентаклей. Это просто, это жесть, девочки, вы здесь выпали. Вот на самом деле, смотрите, какая ты королева, а мужчины, рыцарь мечей с луной и повешенным, и ещё карта умеренности, их просто засасывает, девочки. Они не могут думать о вас. Вот, например, я вам скажу так. Вам понравился какой-то мужчина, да, и он начинает о вас думать, 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 думать. Но единственный такой момент. Мужчины могут думать по-разному, да. То есть у одних это будет такой... Они начинают о тебе думать, и у них идёт такой отток энергии, они начинают смотреть вниз, горбиться, да, с ними что-то непонятное происходит, и они не понимают, что это с ними такая вот фигня происходит. Ну, они думают о тебе, но они морально как-то хотят бежать от тебя. А некоторые мужчины, да, они такие, как психопаты себя ведут. То есть они могут тебе этого не показывать, да. Но когда они не с тобой, или когда ты им отказываешь, либо когда ты даже притягиваешь их, они, получается, реально как психопаты себя ведут. Они впадают в неадекват. И, скорее всего, может, даже это твоя такая природная сила, твои глаза завораживающие. Тут очень много такого, знаешь, я даже не могу сказать. Вот было такое движение, Эмма называлась, да, сейчас уже это всё сникло, но сейчас это аниме есть и всё остальное. И это какие-то вроде бы и ролевые игры, какое-то переодевание, какие-то, знаешь, чуть ли не там розовые, голубые волосы, какие-то такие японские мультики. И вот почему я про это именно говорю, да? Что вроде бы с реальной жизнью это вообще как-то мало связано. Но вот люди живут в этом мире каком-то, да, в своём. И имеют какие-то даже другие имена. И в чём фишка? Когда ты воздействуешь на мужчин, они как-то меняются, они как-то реально меняют даже свой цвет и свою энергетику. И получается, они в отношениях с тобой, как в каком-то другом, в нереальном мире, понимаешь? И они, получается, не могут думать о хлебе насущном, о работе и всё остальное, когда они с тобой в твоём мирке. Потому что он какой-то другой сразу мир становится. Вообще другой мир, понимаешь? И это находит отражение в каких-то даже вот... Внешне либо люди переодеваются в какую-то новую одежду для себя, в которую они приедут. Но это, например, как это старинные костюмы могут быть, да? Либо костюмчики Эмма. Ну, что-то в этом роде. Как будто у вас сразу появляется какая-то другая атрибутика, которая, в принципе, с реальными вашими социальными роялями не связана, но связана именно с вашими отношениями. И мужчина, когда находится в отношениях с тобой, он, получается, каким-то становится принцем, либо ещё кем-то, да? Эльфом, либо ещё кем-то. То есть он уже необычный мужчина, непростой. И у тебя, у тебя в твоё околдовывание, оно как раз-таки похоже на то, что ты переносишь душу этого мужчины в какую-то параллельную реальность, понимаешь? И причём вот эту параллельную реальность ты можешь выстроить любую совершенно, да, которую тебе хочется. Как мультик какой-то, как мультик. Давай ещё посмотрим. И они, кстати, вот в психоз какой-то уходят, да, в какое-то другое, совершенно другое состояние психики, как наркоманы какие-то, девочки. Ой, луна и звёзды. Вот вам подтверждение, короче, один в один. Ты сама, ты сама, знаешь, как эльфийка, либо матерь драконов, что-то в этом роде идёт. Дейнерис, да? И получается, как с тобой мужчина, как уходит, отрывается от реальности, вообще в другой мир попадает, понимаешь? И ты так околдовываешь в матрицу какую-то, и отправляешь этого мужчину. Вот в чём колдовство. А не просто там ритуалы, привлечь мужчину, завлечь или ещё что-то. Ты в другой мир засасываешь мужчину. Но дело в том, что некоторые мужчины, они не понимают перестройку. Тебе надо такие, знаешь, чувственные, глубокие мужчины, глубокоэмоциональные, да, которые с гибкой психикой, потому что они могут перестроиться с богатым воображением каким-то. А чем мужчина этот, знаете, больше земной такой, да, то ему тяжело, и он начинает это у него, выкладывается в какие-то психозы. И тут есть такой интересный момент, ключик такой, да, один, что если мужчина принимает твой мир, который ты в его вносишь, да, то это, как говорится, твой мужчина. А если он начинает психовать, если он начинает как-то себя непонятно вести, некомфортно ему и всё остальное, то, ну, можно отпускать этого мужика, пусть идёт. С нашей долины, правда? Тут, тут, как, помните фильм Малефисента? Первая часть была такая крутая. Малефисента любовь крутила там с принцем, потом который стал королём и женился на земной, да, на какой-то другой принцессе. А Малефисента жила в волшебном лесу, да, по соседству. И у тебя как раз-таки твой же такой волшебный лес, Малефисенты, понимаешь? И тут, как говорится, либо мужчина идёт в твой лес, либо не идёт. Но вот это вот как раз-таки магия такая и есть. Но некоторые мужчины, они просто не могут выдержать этого, да. У них ощущение реальности меняется с тобой полностью. Но, с одной стороны, это прикольно и круто. Просто не каждого в свой мир надо пускать, мои дорогие. Он должен подходить тебе реально, по душевному состоянию к тебе. Всяких туда овец загонять не надо в свой красивый мир. Вот такие дела, мои дорогие. Вот такое было гадание. Всё, котики, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова